Книга «Открытый моком». Тема «Различные вопросы». Том 1. Вопрос 587. «Правда ли, что верующим не может повредить радиация, которая была в Чернобыле? Говорят, что верующие, которые остались жить в этой местности, не заболели и не умерли?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Научные изыскания последних лет показали, что верующие более устойчивы против заболеваний и легче выходят из болезней. Вот что говорит Святая Библия на этот счет. Премудрость Соломона 17, 9, 10 и 20. «И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестия боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы, а над ними одними была распростерта тяжелая ночь, образ тьмы, имевший некогда объять их, но сами для себя они были тягостнее тьмы». Для исцеления Господь всегда спрашивал веру больного. «Веришь ли, даже от неизлечимых болезней вера помогает избавиться?» Иисуса Сирахова, 48, «Хотя это бывает со всякую плотью, от человека до скота, но у грешников в семь крат более сего». «И сказано было ей, чтобы не делало вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». «Зеленой травой Андрей Кисарийский называет христиан, зеленеющих в добродетели, а прочие не ожили, не выздоровели. Хотя верующие подвергаются казням Божиим вместе с неверными, поэтому им предлагается покинуть опасные места, как лоту, но поражающей язвами ангел видит запечатленных и щадит». Тавита, 14, 4, 8 «Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Неневия будет разорена, как говорил пророк Иона, а в Мидии будет спокойно до времени. Братья наши, находящиеся в Отечественной земле, будут рассеяны из сей доброй земли. Иерусалим будет пустынью, и дом Божий в нем будет сожжен, и до времени останется пуст. «Итак, сын мой, выйди из Неневии, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона». Иезекиэля, 9, 4, 6 «И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. Конец цитаты. «Сказать же про Чернобыль, что там верующим все нипочем, этого не могу, данных статистических таких нигде не печатали. Мне встречались верующие из тех мест, они также болеют и умирают в мучениях». Продолжение следует... Продолжение следует...